Севастополь – удивительный город. Здесь везде можно найти живописные пейзажи, но достаточно сделать всего пару шагов, и они превращаются в свалки. Перед многометровой горой строительного мусора, отходов судоремонтных работ и металлолитейного производства меркнет все ранее увиденное, говорит Маргарита Литвиненко. Местные жители стремятся извлечь хоть какую-то выгоду из свалки. Токсичными веществами люди, живущие в Келенбалке, латают дороги. Это абсолютно недопустимо, потому что это токсический материал, он подлежит утилизации, и получается, что идет вторичное загрязнение окружающей среды, причем загрязнение подземных вод. По этой балке протекает подземная река, большое количество подземной воды, и, соответственно, все это, просачиваясь в почву, попадает потом в воду. Общаться с журналистами местные жители отказываются. Говорят, боятся расправы. Но не на камеру рассказывают. В промышленных масштабах мусор на склоны Келенбалки вывозят не первый год. Свалка вплотную подошла к частному сектору. С каждой неделей она становится больше. Это отходы не просто токсичные, не просто ядовитые. Это наивысшего класса токсичности и опасности отходы. Еще один участок, заваленный мусором, находится в конце улицы Паршина. Среди прочих отходов здесь превалируют изоляционные материалы пластик. Дайте кому-нибудь участок этот, пусть люди построят. Здесь все есть. Газ есть, свет есть. Все есть. Убедительно просим. Сегодня склоны Келенбалки, одного из немногих мест с уникальной для региона степной растительностью, экологи называют зоной чрезвычайной ситуации районного масштаба. Кто уже много лет привозит сюда мусор, неизвестно. Выяснить это должны правоохранительные органы. Владимир Сорокин, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Продолжение следует...